Поэтому, если хотите почувствовать себя за отзыв, то обязательно попробуйте, если вы будете в Европе. Снова какие-то любимчики появятся. У меня прям есть такие ассоциации с хабелеоном, он раскрывается, он меняется, играет. Такое очень необычное. Как будто стрекоза на земле посидела. Вообще, у меня нет никаких ассоциаций, но пахнет живым уголком. Знаешь, как будто окунулась в пакет с фундаком свежим. Ого! Ого! Всем привет, я Даша. Я Лена. И это канал просто о парфюме, где мы рассказываем про нишу и парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Сегодня у нас очень интересная тема. Обзор редкого, интересного бренда, который вообще не продается в России. Называется Zoologist или по-русски Zoologist. Его можно заказать из Европы или напрямую из Канады. Некоторое время, наверное, в течение года доставка была недоступна. Сейчас снова возобновилась, наконец-то. И хочется сказать, что этот бренд имеет интересное название. И не просто так. Zoologist — это огромное количество парфюмов, которые посвящены каждой своему животному. Почти как зоопарк. Да. Поэтому, если хотите почувствовать себя в Zoologist, то обязательно попробуйте, если вы будете в Европе или, может быть, у нас когда-нибудь закажете. Ну что, поехали? Да, еще хотелось бы сказать, что можно разделить на две линейки. Это первая линейка парфюмированного диарома, это вторая в экстракте. Да. Что очень важно. Эти пробники мы заказывали где-то два года назад. В то же время их пробовали, уже подзабыли. Сейчас будем вспоминать. Да, в памяти остались какие-то самые яркие, наверное, ароматы этого бренда. Но сегодня, да, свежим память, попробуем все. Может быть, снова какие-то любимчики появятся. Да, и скажем, свои ассоциации, ассоциируется ли данный аромат с животным, в честь которого сделают. Ну, мы не будем затягивать, давайте пробовать. Давай начнем с парфюмированного, да ее поменьше. Давай, первый, в общем, вот так выглядят пробнички. Здесь изображено животное. Птица. Птица Додо. Вот. Что у нас тут написано? Зеленый, ягодный, с розой, геранью. Ягодки чувствую. Зелень немножко такой горько-сладкий. Трактический, мне кажется. Горький за счет личия, потому что личия есть в составе. Сандал приятный. Такой слегка древесный, я бы его назвала даже. Мне кажется, даже немного мыльнее почему-то в раскрытии. Можно ли? Мускус, наверное, есть. Ну, если честно, можно ассоциировать это с птицей Додо. Пахнет немного перьями, птицей. Да, да. Не скажу, что какой-то он необычный. Какой-то прям супер вау. Наверное, на любителя, я бы сказала. Мне кажется, тут каждый аромат на любителя этого бренда. Не на каждый день. У меня есть в коллекции пять миниатюр. И, если честно, пользуюсь очень редко под настроение. Абсолютно под настроение эти ароматы. Реально, ассоциация с птицами почему-то с клеткой даже больше. Ну да. Видимо, у парфюмера были такие же ассоциации. Так, следующий это Бобер. Мне нравится, что они все в какой-то одежде, костюмчике, шляпы. Такие, как джентльмены. Так, здесь уже мускус. Кстати, Бобер у меня есть коллекция. Кожа. Там, по-моему, сандал должен быть, нет? Нет. Нет. Касториум, амбро, ваниль. Ванили не чувствую, если честно. Он вообще не сладкий. Ну, если только какая-то маленькая такая сластинка, мне кажется, я чувствую касториум чуть-чуть. Я знаю, касториум обычно такой животный, прям такой горьковатый. Я его и чувствую. Разные чувства. Очень сложный, к описанию, аромат. Ассоциации с Бобром почему-то нет. У меня тоже так расскользнула сейчас мысль. Бобер, мне кажется, больше какой-то такой древесный, водянистый должен быть, нет? Животный. Животный. Ну, тут все животное. Ну, да. Нет, красивый аромат сам по себе. На каждый день. Подойдет мужчина. Ну, для женщин, конечно, он, наверное, тяжеловат. Но для меня прям почему-то такое мужское звучание. Да. Ну, по сравнению со всеми другими ароматами, Боренда для меня он такой... Обычный. 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 Просто, я бы сказала. Да. Следующий это хамелеон. Это моя любовь, честно. Так. Здесь вообще огромные составы у этих ароматов. Что так вот выделить какие-то не получается. И бергамот, и ланг-иланг, манго, розовый перец. Просто. Кокос. Франжупани. Вот есть сандал, пачули, ваниль, ветсивер, мускус. Куча всего. Вот у меня прям есть такие ассоциации с хамелеоном. Он раскрывается, он меняется, играет. Такая очень необычная ассоциация как раз, знаешь, с таким хамелеоном. Ну, такой прям зеленый, немножко тоже ядерный хамелеон. Я чувствую... Так, что там из фруктов-то было? Я чувствую немного манго сладковатый и сандал. Такой он тебе нравится. Это два ингредиента, которые Лена очень любит, но сандаловый аромат в целом. Ну, зоро, манго, знаешь, какой-то больше зеленый такой. Ну, да, да, но чуть-чуть дает такую, как кожура манго. Да. Такой зеленый, древесный, нежный, такой немножко даже молочный. Обожаю, это у меня просто хит среди всех ароматов. Вообще, хочу завести хамелеончику когда-нибудь. Следующий, это Джагган Флайт, это Стрекоза, лето-красная пропела. Так, гелиотроп, лимон, пион, цветение вишни, амбер, муск, папиру, сандал. Очень-очень цветочный. Даже такой пыльно-пудровый цветочный. Мне кажется, там есть ирис, нет? Там гелиотроп. Для меня почему-то он состоялся с корнем ириса, даже не с цветками такой. Альдегиды, ирис вон есть, да. Вот. Ирис, рис. Вот это для меня молочный очень. Да? А для меня пыльно-пудровый такой. Как пыльная каша какая-то. Пыльная каша, это как? Не знаю. Интересно, да, пахнет ирисом. Вот стрекоза же, она все равно такая, с пыльцой. Ну да, да. Немножко такая припыленная. Вот, да. Мне кажется, это прямо четкое описание. Четкое описание, или как? Ну хорошо ассоциируется с стрекозой. Да, интересный аромат для любителей пудровых. Ирисовых, да. Таких немножко землянистых даже, мне кажется. Пыльных. Как будто стрекоза на земле посидела. Так, последний Eau de Parfum, это макак. Макак. Вот я вообще люблю обезьян. Но, насколько помню, этот аромат мне не очень понравился. Так, ну что здесь? Мускуль, зеленый чай, ланг-ланг, мед. Вот мне интересно, почему в обезьяне нету банана? Ну, мне кажется, не все обезьяны пахнут бананом. Они их идят все время. Ну, тут какая-то немного грязная обезьяна. Мне кажется, что обезьяна должна пахнуть чем-то животным, какой-то шерстью. Шерстью, да. Ну, как? Ну, кстати, вкусный. Аромат у нас с обезьяной вообще никак не ассоциируется. Да, это я говорю. Обезьяну в клетке. Ну, как будто зеленый, как будто бы. Ну, для меня как будто обезьяна в клетке, знаешь, такой еще запах зоопарка. Животный. Нет, очень вкусный. Но он животный такой. Да, это если бы гориллу поили минеральной водой. Она такая вся халеная там сидит. Если честно, каждый аромат тяжело вообще разложить на ноты. У него такое звучание необычное, что выделить какую-то прям одну яркую ноту очень тяжело. Если честно, очень-то любитель. Мне кажется, мне меньше всех понравилось. Мне кажется, что вообще нормальный. У нас разные вкусы. Следующий. Там еще есть? Нет, все. Последний? Да. Следующий. Переходим к экстрактам. Элефант. Слон. Какие-то ассоциации со слоном? Кожа. Кожа. Кожа? Кожа. Еще раз кожа. Ну да, наверное. Вода, может быть. О, точно. У меня слон тоже есть в коллекции. Я только по аромату вспоминаю. Так. Тут сандал. Почули, мускус, амбра. Он зеленый такой, прям в джунгли. Да, джунгли. Ну вот я сказала тебе джунгли. Прям слон в джунглях. Если честно, похоже... О, чай. Тут есть чай. Я чувствую чай похоже на... Не знаю, когда в азиатских странах приходишь какую-то кафешку или гуляешь. Там везде много такого аромата. На Бали, в Таиланде. Есть такое. Зелень. Да. Тропики. Ну, тут даже больше ассоциации не со слоном, а где он живет. Да, да. Ну, очень красивый, на самом деле, аромат. Я люблю такие зеленые, свежие, водянистые. Так вот, не запутаться. Следующий. Xyrex. Я забыла, что-то такое. Ой, да. Вспоминает. Да, доман, нет? Да, да. Доман, да. В общем... Вообще, у меня нет никаких ассоциаций. Но пахнет с живым уголком. В детстве, когда детей водят с живым. Живой уголок, в садике, там, в классе, в школе. Живой уголок. Вот ты приходишь, и пахнет хомяками. Крысами, хомяками, в клетке. Ну, да, он мелкий. Ну, он мелкий грызун, но он просто дикий. Дикий? Мне кажется, ему очень подходит этот дом. Да, да. Сандал тонко, почули, мускус, бензоин. Хотя тут роза, перец, шафран. Пряный шафран. Биски. Африканский камень. Интересный аромат. Вот про него можно сказать, что на любителя. Но он круто отражает... Для любителей коньячков. Для любителей мелких грызунов домашних. Ну, да. Ну, мне кажется, мало кто захочет этим пахнуть. Я говорю, на любителя, очень на любителя. Кому-то у тебя есть, знаешь, такой маленький грызун, и ты немного пропах рядом с ним. Ну, если честно, я вот этого и ожидаю от этого бренда, что какие-то максимально странные ароматы, которые надо смелость иметь носить. У меня даже руки начали трястись от этого аромата. Цвет. Ну, я поняла, чем оно пахнет. Так, подожди. А цвет это кто? Цвета? Да? Ты сказал мне. Ну, в общем, как хорек, я так полагаю. Подожди. Или это скумс? Вкусно пахнет. Подожди, я запуталась. Какой тут был невкусный? А, да. Вот. Ксайр. А где от Ксайрекса бумажка? Не знаю, у тебя, наверное, где-то. Нет. Может, вот это? Вот это. Я вспомнила. Это Ксайрекс. Ну, пахнет грызунами в клетке. Самое интересное, знаете, когда тепло, он пахнет красиво. Когда холодно, и мы пробовали, когда был кондиционер, он пах... Как бы это сказать? Фекалиями? Он очень зависит от погоды. Нет, ну, интересный аромат. Ну, прикольно. Ну, просто вот когда выходишь в жару, такая красота на коже. А когда заходишь в помещение с кондиционером, прям с холодным воздухом, это... А нечего и ходить в холодное помещение. Я представляю, как зимой он пахнет, понимаешь? Кстати, вот пробую цвет, очень приятный. Очень красивый. Очень приятный аромат, такой женственный, я бы сказала. Да. Да. Такая в шутке вышла с оболиной. Да. Вот так. Да. Что у нас здесь? Какой животный. Черный перец, ваниль, ветивер, русская кожа. Почему русская кожа? Не знаю, написано. Дубовый мох, лабданум, мускус, кофе. Кстати, кофе пахнет. Очень вкусно. Гелиотроп, ну, как раз такой запах. Очень женственный аромат. Я вам говорю, подсоболиную, норковую шубу. Зимой. Классно, да. Ну, на лето, конечно, он вообще не в тему, но... Следующий. Хамингород. Калибри. Так, обожаю калибри. Мне кажется, аромат должен быть какой-нибудь очень легкий. Красивый. Мне кажется, какой-нибудь водянистый он, наверное. Яблоко, вишня, цитрус, слива. Вот это олицетворение калибри. Нет? Да. Такой свежий, сливка, бело-цветочный какой-то он. Такой, эгоцетические цветы, фрукты, немножко зелени, прям ассоциация с калибри. Очень красиво. Пионом пахнет, вот. Пион с фруктами. Пион, сельпан, мимоза. Очень приятный. Ну, тоже, кстати, можно его на каждый день носить. Он понятный. Да. Очень понятный, если честно. Для всех ароматов. Следующий. Мофс. У меня, кстати, тоже есть в коллекции. Моль. Так ты собрала самых непонятных. Самых странных животных. Ой, черный перец, синамон, лимон, шафран, гелиотроп, ири, жасмин, мимоза, пачули, ветивер, ут. Для меня вот такой пыльный комод. Пыльный комод, да. Пыльный бабушкин комод. Да. Ну, так и должна пахнуть моль. Да, очень. Очень ассоциируется. Очень необычный аромат для тех, кто любит такое винтажное настроение. Мне кажется, живот такой, почему-то. Такой, знаешь? Такие животные нотки, немножко копченые даже, почему-то. Она такая вся моль пушистенькая. Да, да, да. И вот он такой же пушистенький. Да. Прямо в голове такой серый и мохнатый цвет какой-то такой, как у Моли. Вот открываешь шкаф на даче, и там вот что-то такое. Очень интересный аромат. Мне кажется, такие ароматы надо пробовать исключительно на коже. Не у всех красиво они раскрываются, но очень интересный. Следующий это Кэмэл. Верблюд. Насколько помню, я тоже не поразил. Должно пахнуть какими-то, наверное, пустынными. Кедр, синамон, мускус, сандал, тонко, удва. Удом пахнет. Ну, не ассоциируется у меня это с верблюдом. Она у меня ассоциируется с грязными, такими, знаешь, потасканными верблюдами. Знаешь, которые в Египте ходят по берегу. Не очень приятный, но для любителей удом может и зайдет. Следующий это Панда. Панда должна пахнуть бамбуком. Сандал, ваниль, пачули, фасмин. В общем, что-то напоминает, скажи мне. Пазон чай. Какой-то... Похож на Ван Миньев. Я клянусь тебе. Или на какой-то Гуччи. Не знаю, на какой-то... Я говорю, на какой-то аромат из масс-маркета. У меня он был. Я то ли его ненавижу, то ли у меня был. Очень похож. Такой стандартный классический аромат. Даже больше женский. Вообще не ассоциируется. С Пандой никаких ассоциаций нет. Блин, а что же у меня было такое? Очень что-то напоминает. Да, ну это, конечно, минус. Линейки. Так, подожди. Это было. Я запуталась. Панда была. Вот осталось. У меня три осталось. Так, это оставил. Nightingale. Соловей? Ой, ну тут поменьше состав. Бергамот, лимон, шафран. Слива. Цветение сливы японской. Сандал, мускус, пачули, ут, лабдану. Ну, в моем стиле. Интересный. Мне нравится. Как у нас разные мнения с тобой. Реально пахнет цветением. Да, ну, на любителя, безусловно. И на соловья, не знаю, не очень похож. Не похож. Но необычный. Необычный. По крайней мере, после... Чего мы там не уходим? А после панды. Это вообще вкусно. Панда вообще не очень. Мне по-английски это не выговорить. Это носорог. Реально серрис. Реально серрис. Да. Носорог. Это очень крутой. Я его запомнила. На всю жизнь. Когда-то в коллекцию он у нас точно появится. Это очень-очень красивый кожаный аромат. Прям ассоциация с носорогом. Это толстая такая кожа бронебойная. Да? Да. Ну, прям кожа-кожа. Ты любишь кожу. Да. Ну, мне кажется, конечно, классно на мужчинах сидят кожаные ароматы. Очень красивый. Прям брутальный. Такой солидный. Очень-очень красивый. Для мужчин, которые не боятся носить кожаные ароматы. Да. Что будем открывать дальше? У нас есть еще маленькие пробнички последних новых ароматов. И есть два больших. Давай большие ставим на конец. Давай. Тут еще у нас остался пробник летучей мыши. Но мы его попробуем, когда откроем большой аромат. Потому что это у нас старая версия. А это перевыпущенный. Мы их заодно сравним. Ну что, продолжаем. Пробнички. Если честно, у меня в носу встал носорог. Он такой мощный. Он самый сильный. Он самый сильный. Туда положу к тебе. Следующий аромат у нас, можно сказать, таких маленьких. От ливантиков. От ливантиков. Да. Это кабарга называется. Кабарга. Маск де. Необычные, конечно, животные пошли. За последнее время, что мы заказывали эти пробники, столько новых ароматов у него вышло. Пока он появится в Россию, они выпускают кучу новых ароматов. Какой красивый. Да, ты его не пробовала. Нет, эти ароматы я не пробовала. Он такой легкий. Такой даже, не знаю, как описать. У нас кабарга не кажется. Похож на шипучку. Конфета шипучка. Да. Да. Почему интересно кабарга? Не знаю. Я думала, будет что-то такое грязное, такое, не знаю, животное, волосавое. Ну, шипучка. Ну, очень красивый. Любите ли, такой легкий. Ну, такая нежняденькая. Многое сладенький. Конечно, он выделяется среди всех. Ну, типа молодая кабарга. Молодая. Ребенок. Ну да. Детенышка. Ну да. Красивый. Мне понравился. Ну, такой, да, миловидный. Понятный. Но я хочу жесткости. Я жду, как чего-нибудь, чтобы было прямо. Ленивец. Это мой тоже любимый. Любимое мое животное. Даже хотела домой завести. Я люблю экзотики хамелеон. Ленивец. Да. Такой. Похож хоть на ленивце-то? Ну, хочется замедлиться с ним. Мне кажется, похож. Очень красивый. Какой-то медовый чай, если честно. Я мед не люблю, но тут прям... Ну, чувствуешь, да, тоже мед? Пыльца как будто. Да. Соты, я не знаю, такой медовый он слегка. Какой-то такой релаксирующий, мне кажется, нет? А, я знаю, чем пахнет. После бани чай, когда пьешь там с мёным, ещё что-то такое. Древенистый? Ну да, такой прям. Расслабляющий. Расслабляющий. Сразу же такая замедливая. Ты это хотела попробовать? Это снежная сова. Сновый. Сосок обожаю. Вообще, по описанию этот аромат должен мне понравиться. Такой прохладный. Да? Как будто зимой вышло. Ой, это моя любовь. Он как будто как-то ещё кожаный при этом. Да, чуть-чуть. Кожаный-зелёный. Очень крутой. Как будто кожу на мороз вынесли, мне кажется. Да, очень круто. Я хочу, чтобы всё вокруг меня было с этим ароматом. Только даже чистотой, мне кажется. Да, очень крутой. Вот. Но тоже не похож на сову. Кстати, все последние новинки. Мне кажется, он намного интереснее, чем было до этого. Ну да. Как будто они что-то поменяли. Парфюмеров. И больше нет ксайрекса. Следующая, так, Коала. Аккалипт. Да. Ну, такой летний, я бы сказала, не очень сложный аромат. У меня аж на зубы холодок пошёл. Мятная паста. Да, ой. Ну, прикольный. Классно. Ну, на лето. На жару. Да. На отдых. Круто. Следующий. Вот дальше будет, наверное, же скач. Скойт. Я думаю, что должно пахнуть какими-то чернилами, знаешь. Это кальмар, да? Ну да. А почему чернила? Не знаю, как-то вот так. Судя по цвету жидкости. Ну, какой-то тяжёлый он должен быть. Очень-очень сложный. Очень-очень красивый. И есть реальная ассоциация с чернилами. Удовый даже, наверное, такой больше. Сладаном он. Или ладан? Ладаном. Ладан, точно. Сладковатый, значит, ладан. Поэтому кажется, что какими-то такими чернилами. Я вообще поняла, чем для меня пахнет ладан. Чернила. Да. Очень красивый. Для любителей ладана он тут такой мягкий. Прям очень красивый. Не очень срочный. Можно даже на каждый день такое носить в мужчине. Вообще здорово. Следующий, последний из маленьких. Бурундук. Чипмэнк. Это должен понравиться мне. Посмотрим. Я вот так что? Да. Знаешь, как будто окунулась в пакет с фундуком свежим. Ого. Ого. Мне даже еще, ну, его надо колоть. Офигеть. Да, да. Я говорю, как будто в пакет со свежим фундуком, даже не жареным никаким. Это очень приятно. Вот прям собрали с дерева, и прям даже немножко листья. Это очень интересный аромат. Все, я его хочу. Я даже не предполагала, что вообще может быть такие ароматы, которые полностью просто пахнут фундуком. Это прям четко передает животного. Да, это очень классно. Ну что, будем раскрывать? Давай сначала помягче. Давай сначала помягче. Сиранозавра оставим напоследок. Так. Это Бет, летучая мышь. Это был самый популярный аромат. Да, то он, насколько помню, по-моему, или одну, или несколько номинаций выиграл. Не открывается. А надо было подготовиться. A few moments later. Просто. У них очень хорошие наклейки, я хочу сказать. Ну да, антивор. Это точно. Можешь пока признать брови. Вот он. Пробуем первую версию летучей мыши. Здесь у нас бананы, фрукты, тропические фрукты, минеральные ноты. Очень плохие наклейки, они отдирают часть упаковки, что выглядит не очень эстетично. Да, чтобы было точно видно, что флакон не новый. Я первый раз держу флакон зоологиста. Ой. Хотя нет, я на выставке держала. На выставке держала. Ну, прям, чтобы... Смотрите, какой потрясающий флакон. Очень тяжелый, очень красивый. Тут хоть и 60 миллилитров, но выглядит намного... Крышка с кожей, прям... Очень, очень шикарный. Ну? Здесь должны быть бананы. Очень интересный аромат, но бананы, если честно, я не очень чувствую. Как будто банан, который испекли, я не знаю. Так, у тебя старая версия. Какой-то зеленый банан, если честно. У меня новая версия. Очень необычные флаконы, конечно. Ты не держала, она потрясет. Да. Новая версия вообще абсолютно отличается. Мейдинг Канада. Подожди, это новая, я ее загну. Отличается? Абсолютно отличается, и старая версия мне нравится намного больше. Так, это старая. Вот новая я загнула. Он какой-то мягкий стал. Они вообще другие. Даже немножко расстроилась, если честно. Так, подожди, а может быть состав? А, ну состав вообще другой. Если там идет банан, то здесь... Гуава. И гуава, и этот passion fruit, и инжир. Совсем абсолютно другой состав. И пахнет абсолютно по-другому. Я люблю бананы. Мне старая версия ближе, к сожалению. Не успела я купить. Если честно, я думала, что они перевыпустили. Чуть-чуть изменили. Да, чуть-чуть какое-то должно быть изменение. А тут вообще совершенно другой аромат. Тоже расстроилась. Он какой-то... Какой-то цитрусово-свежий он стал. Какой-то безликий стал, если честно. Похож на зарко-парфюм Cloud 3. Мохито пахнет. Ну, чуть-чуть есть, кстати. Вот этот вообще такой ни на что не похожий. Да, необычный, красивый. Сложный к описанию. Непонятно вообще, что внутри. А когда после этого пробуешь новую версию, нос просто отказывается и воспринимается. Она вообще какая-то... Никакая. Расстроились, в общем, мы. Очень расстроились. Но не будем расстраиваться и переходим к самому... Любимому аромату. Да, простит меня муж. Мне не разрешили им пользоваться. Но я не послушалась. Самый запоминающийся аромат этой линейки, если вы один раз его попробуете, то больше вы не сможете его забыть. Он самый необычный. Ты говори, говори пока. Да. Я бы тоже с удовольствием носила этот аромат. Он абсолютно аромат настроения. Он заполняет с собой все пространство. Да, но я сразу скажу, что если вы девушка, вашему мужчине он вряд ли понравится. Ну, в принципе, как и окружающим людям. Только замуж не может. Да. Вот если вы мужчина, вам можно, кстати, попробовать. Надо попробовать на мужской коже его. Это будет бомба просто. Просто твой муж не дается. Аромат называется тираннозавр. Рекс. Самое главное, они сказали? Да. Ну и, естественно, ассоциации самые рычащие, громкие. Это прям точное описание. Точное вот это динозавра. Прям передали. Все заказы, что он тоже перевыпущен и невкусный. Свет жидкости даже говорит, что аромат будет сейчас. Ого-го. Да. Я ж мурашки побежала. Я его настолько люблю. Его не изменили. Да. Он остался. Такие уже. Это просто бомба. Это, конечно, запах костра для меня. Шашлыка. Мангала. Да. Очень-очень-очень-очень копченый аромат. Если любите копчености, это просто хит. Если умеете их носить, то это вообще бомба. Нет, немножко мурашки. Бергамот, черный перец, чимпака, жасмин, османтус, роза. Этого ничего не чувствуется. Вообще, забудьте об этом. Сандал, ванила, пачули. Что это дает такое? Кожа, да? Кожа и пачули, я думаю. Что такое? Копченый эффект. Цвета. Очень животный аромат. Копченый. Я хочу попробовать это на мужской коже. Как это вообще звучит? Мне кажется, тут у мужчины должен быть какой-то подходящий. Не каждому подойдет такое. Необычный. Брутальный. Я предлагаю отнести его на кожу. Меня выгонят, мне кажется, из дома. Меня-то нет. Меня-то не выгонят. Ой, красота, да и только. Вот самый, правда, запоминающийся аромат. А какое распыление-то. Ой. Я не пробовала, кстати. Ты же, ну... Так я не прыскала. А, я ее запрыскала. Ни на кого на кожу не прыскала. Ой, ну сильный такой, прям... Прям очень-очень красивый. Да. Надеюсь, со временем мы соберем... У меня вообще, кстати, по-другому. У меня вообще, кстати, по-другому. Вот на мне пахнет так же, как на бумаге копчености. А на тебе копчености меньше и пахнет чем-то другим. Кожей. Да. Дымная кожа. Угу. С дымком. Без копчености. Да. Может быть, он и на самом деле более носибельный, чем мы думаем. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас интересным. Может, вы уже где-то успели попробовать ароматы. Пишите в комментариях, какие вам понравились, какие нет. Бренд достаточно известный в парфюмерных кругах. Да. Все его хотят, все его любят. Ну что, и ждите наших новых видео. И всем пока-пока.